Регистрация участников началась накануне и продлится до 13 января. Заявки на участие в фестивале клуба «Весёлых и находчивых» подали 650 команд. Перед жюри выступят и ребята из Донецкой Народной Республики. Сегодня в первом туре конкурсного просмотра себя показали около сотни сборных. Считается, что смертная казнь – это грустно. Но только не в Мексике. Команда из Волгограда выступает на сочинском фестивале впервые. Мало того, ребята сами попросили организаторов первыми выйти на сцену. Такова традиция команды. Мы на городе всегда тоже первые выступаем у себя. Поэтому у нас так за правило заведено, что юга открывает. И сегодня юга открыли 28-й сочинский фестиваль. Новичков на фестивале, но опытных юмористов в своих городах собралось на Кивини-2017 немало, в их числе и сборная Еревана. Команда представляет Медицинский университет Армении и шутят на эту тему. Некоторые страны ушли от России, но мы, армяки, не успели. В Ереване сейчас минус 12, минус 15 где-то вот так идет ужасный снег. Мы приехали сюда, тут зелень, пальмы. Ощущение контрастное, если честно. Поэтому вот такие... Вообще чувствуем себя здесь комфортно, потому что большинство с русскими живут также армяне. Выступают команды по три минуты и судейство одинаково строго ко всем. Здесь важно не постоянство, а подача. А вот что касается места проведения фестиваля, то организаторы предпочитают Сочи в целом. Не принципиально. Или это город Горки, или это какая-то другая территориальная принадлежность. Все равно это город Сочи. Нам было и там хорошо, нам и здесь хорошо. Мы очень рады, что мы вернулись на побережье. Два года катались на лыжах, теперь будем купаться в бассейне. А вот программа ежегодного зимнего фестиваля в этом году обновилась. Для редакторов и журналистов работают в школы-семинары. А участников Кивина ждет немало сюрпризов. Но пока они за завесой тайны. Известно только то, что все команды, участвующие в фестивале, попадут на новый ТВ-канал. Примут участие в нем все команды, потому что мы будем снимать весь первый тур. А какое из этого получится количество передач, мы не знаем. Но большое, мы надеемся, большое количество маленьких передач. А плюс к этому мы еще хотим сделать такой цикл под названием «Фестивальная разминка». И, соответственно, там будет 10 передач. И у нас будет гайсинг предварительный. То есть лучшие команды, которые лучше всех сыграют в разминку, они будут играть в разминку вот в этом вот цикле. Ну и, конечно же, каждая из команд рвется в главную лигу, чтобы добраться до высшей точки КВНовской пирамиды. С Сочинского фестиваля начинается сезон в любых официальных лигах Пущеторонного союза КВН. Опытным командам здесь дается возможность попасть в телелигу. А игрокам послабее в центральную или в межрегиональную. Но новички, безусловно, получают бесценный опыт. Кому из команд, представляющих 15 стран, в этом году улыбнется веселая и находчивая удача, станет известно 22 января. Галоконцерт пройдет в Зимнем театре. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.